Если из мусора, который россияне выбрасывают за год построить башню шириной метр на метр, то по ней можно добраться до Луны, подсчитали экологи. Проблема утилизации отходов остро стоит по всей стране, в том числе и в Самарской области. В прошлом году прокуратура зафиксировала почти 1400 нарушений в этой сфере. Главный бич – несанкционированные свалки. Этот вопрос горячо обсуждается на заседании по обеспечению правопорядка на территории региона. Вот конкретный вопрос. Когда у нас будет настоящая цивилизованная система сбора, сортировки и утилизации? Все в комплексе. На сегодняшний момент готов отложить, что с 1 января 2018 года субъект переходит вообще на новую систему работы по сбору, транспортировке и утилизации. На основании чего переходит? В рамках создания трех ремейнов. Бумаги очередной? Никак нет. А на основании чего? На основании исполнения федерального законодательства. Слушайте, для того, чтобы забор выполнить, надо иметь условия. У нас они есть, Николай. В рамках, где они? Где у нас заводы сортированные? Где у нас по утилизации заводы? Замминистра энергетики и ЖКХ области Сергей Ульянкин докладывает, в регионе есть три рекоператора, готовых выполнять работу с отходами. Но кто именно, ответить так и не смог. Николай Меркушкин ставит задачу в течение трех-четырех недель представить конкретный план действий. Иначе будут сделаны соответствующие выводы, резюмирует губернатор. Не менее жестко Николай Меркушкин критикует работу региональной госжилоинспекции. Ведомство, по его мнению, недостаточно хорошо контролирует сферу ЖКХ. За год с жалобами в ГЖИ обратились 36 тысяч жителей. Почему так много недовольных, замруководители инспекции Светлана Герафеева так и не ответила. Как и на вопрос о том, сколько управляющих организаций заключили соглашение об информировании Министерства социально-демографической и семейной политики о плательщиках и неплательщиках. От этого зависит, получат ли льготники компенсацию за оплату коммуналки. Назовите тогда вы, конкретно, кто не заключил соглашение. Это по Самаре. Назовите, не важно, Самара, Тольятти или Клямлино, кто, какие управляющие компании и ТСЖ. ЖИСКА ТСЖ не заключили. Это не важно. Управляющие ТСЖ, это означает, не все люди могут получить компенсацию до сих пор. Вот здесь люди в погонах, прокуратура. Вы знаете, что даже каждый человек, если мы ущемляем его права, нарушаем его права, вы должны головой, так уж обобщенный, ответить, вы должны, можете назвать, не назвать ТСЖ. Сколько за этими ТСЖ людей, которые не могут получить компенсацию? С инициативой навести порядок в сфере ЖКХ выступает мэр Самары Олег Фурсов. Губернатор ставит перед городом еще одну задачу. Единые расчетные центры должны снизить комиссионные сборы с 3,5 до 1%. Необходимо упорядочить работу ЕРЦ, перевести на систему платежей. Только так удастся пресечь мошеннические схемы вывода денег, подчеркивает губернатор. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.